Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы сегодня познакомим вас с фонарем от компании Phoenix, налобным. Модель называется HM60R. Что нас привлекло в данном фонаре? Несколько параметров. То есть, первое, это зарядка от стандартного порта USB Type-C, который расположен прямо на фонаре. То есть, не надо никаких магнитных зарядок, все заряжается в самом фонаре. Аккумулятор идет в комплекте 18650, один из самых распространенных, что тоже нас радует. Далее, у него несколько источников света, то есть, дальний свет, ближний свет и красный свет для вашего ночного зрения. То есть, чтобы не нарушал яркий свет, ночное зрение в темноте. Ну и интересная особенность у данного фонаря еще, это автоматическая регулировка яркости в зависимости от скорости вашего движения. Но продемонстрировать ее не получится, потому что, ну, снять это на камеру сложно, да, там пределы где-то плюс-минус 20% яркости. Поэтому продемонстрировать это мы не сможем. Но все остальное сейчас вам покажем в ролике. Так, не забудьте подписаться на канал. Наша следующая цель 100 тысяч подписчиков. И начинаем тогда с комплектации. Так, поставляется фонарь вот в такой пластиковой коробке. Сразу по режимам работы давайте я покажу. 1200 люмен. Максимальная яркость способна в этом режиме система фонаря работать 2 часа. Ну, естественно, с автоматической регулировкой яркости от температуры в зависимости. Дальше высокий режим 350 люмен 8 часов, 130 люмен 18 часов, 30 люмен лоу 54 часа. Дальше функциональные режимы, то есть ближний свет и красный свет. Красный свет 5, яркость 5 люмен до 100 часов. Ну, и, соответственно, дальность тоже вы видите 116 метров максимально. В 350 люмен 60 метров. Ну, я считаю, что вполне достаточно это для налобного фонаря, то есть для пешего перемещения. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68. И корпус выполнен в противоударном исполнении. До 2 метров выдерживает падение. Так, вес 157 грамм вместе с батареей. Теперь по поводу комплектации. То есть идет лямка налобная, сам фонарь. Сейчас я его сразу достану тогда. Плотно очень стоит он. Далее идет шнур USB Type-A и USB Type-C. Инструкция краткая. Дополнительная резиновая прокладка для установки в фонарь уплотнительная. Так, сама лямка достаточно большая. Вот это светоотражающие элементы сделаны. Все регулируется. Эта лямка снимается. Сейчас в конструкции тогда перейдем. Я вам все покажу, как сделано. Конструкция. Дальний свет, ближний свет, красные светодиоды. С двух сторон у нас находятся вот такие полуцилиндры. Соответственно, здесь кнопка управления. Она используется для переключения режима и включения фонаря. Также с помощью нее можно заблокировать органы управления. Само основание налобное можно регулировать. Ну, или наклон фонаря я имею ввиду. Вот с помощью такой трещотки. Она достаточно... Фиксация достаточно мощная. Соответственно, вращаться он самопроизвольно при движении не должен. Теперь с этой стороны у нас под вот этой крышкой находится сам колпак для извлечения аккумуляторной батареи 18650. И в комплекте она идет емкостью 2600 мАч ARB-L18-2600 от самой компании Phoenix. Теперь, если смотрим сюда, с левой стороны, у нас под этой крышкой расположен стандартный разъем USB Type-C. То есть, вы можете посильнее его отвернуть, если у вас кабель широкий. И вот до... Это максимально. То есть, эта крышка не снимается. Но я думаю, что проблем не будет ни с этим, ни со стандартным, конечно, шнуром, ни со шнуром каким-то сторонним. Так, давайте ставим тогда. Да, и я сейчас по поводу лямки еще скажу. Да, здесь вот везде силиконовые вставки, чтобы по черепу не скользила данная лямка. И везде сделана перфорация для того, чтобы вы сильно, или голова сильно не потела ваша. Ставим тогда фонарь. Плюс внутрь, минус наружу. И я сейчас буду рассказывать тогда о режимах. Так, режимы работы. Фонарь включается длительным нажатием более одной секунды. Это дальний свет. Соответственно, короткими нажатиями мы переключаем режим яркости. Выключается таким же образом. Чтобы включить ближний свет и красные светодиоды, надо нажать двойной клик. И, соответственно, далее по короткому клику мы переключаем уже режимы. То есть, есть режим вот такого мерцания красным фонарем. Далее есть просто свечение красного светодиода. Есть ближний свет. И есть яркий ближний свет. Но выключается также в длительном нажатии. Есть блокировка фонаря. То есть, 3 секунды мы держим. Фонарь нам показывает красным индикатором, что он заблокирован. То есть, теперь я сделать ничего не могу. То есть, нажимая, фонарь включаться не будет. Например, в рюкзаке, если вы его оставляете и боитесь, что нажмется вот эта кнопка, но хотя она, видите, утоплена в корпус, но все же есть возможность заблокировать. Если хотите разблокировать, также надо 3 секунды нажать. То есть, фонарь разблокирован. Теперь длительным нажатием, 1 секунда примерно, мы включаем режимы яркости. Так, теперь по поводу самого свечения. Давайте я вам покажу. Сам луч. То есть, достаточно узкий он. Давайте я посередине приведу. Это дальний свет. Но, обратите внимание, есть и боковая засветка для того, чтобы вы и вблизи, при включенном дальнем свете, тоже видели окружающее пространство рядом под вашими ногами. Так, теперь давайте я выключу и включу красный светодиод. Ну, понятно, что на красном режиме фактически 180 градусов освещение. Ближний режим тоже имеет, естественно, широкий угол для того, чтобы освещать близлежащее пространство. Так, теперь по поводу внешнего вида фонаря. Есть горизонтальный обод по черепу, есть вертикальный, для того, чтобы он у вас по вертикали не сползал. Регулируется, соответственно, достаточно легко, но в то же время фиксация хорошая, для того, чтобы он самопроизвольно у вас не ходил по вертикали. Кнопка сделана под правую руку. Соответственно, все достаточно легко управляется. Вот так фонарь выглядит на голове. Управление под правую руку сделано. То есть, длительным нажатием нажимаем и кратким нажатием переключаем. Если мы хотим включить ближний свет, то, опять же, двойным нажатием нажимаем и кратким нажатием переключаем. Выключаем длительным нажатием. Так, это дальний свет, самый низкий уровень яркости. Как видите, есть засветка и луч достаточно широкий. Включаю следующую яркость. Еще одну. Еще. То есть, вот, четыре уровня нам доступны. Так, теперь я выключаю и включаю короткий. Вот красный свет для чтения, например, и для того, чтобы не ослепляло в темное время суток глаза. Это ближний свет. То есть, луч вообще, наверное, около 180 градусов. То есть, освещает он все. Сильнее. Это режим SOS. Ну и вот опять переключаем. Два режима, то есть, на ближнем свете. Белым светодиодом. И два красным. Мигающий и постоянно горящий. Ну что, давайте на этом тогда будем заканчивать. Фонарь нам понравился. Никаких недостатков мы у него, в принципе, не увидели. Единственное, хотелось бы аккумулятор в комплекте побольше, потому что сейчас есть емкости 3400 мАч у данного типа, размера аккумуляторов. А так, в общем-то, никаких проблем с фонарем мы не увидели. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Если какие-то вопросы по нему есть, задавайте их в комментариях. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.